книга про теория геннадия фаста в бога богатейте проповеди 2020 год от господа стопы человеку исправляются память алексия человека божия святой псалмопевец говорит от господа стопы человеку исправляются псалом 36 23 стих жизненные пути христианина и всякого земнородного человека исправляются от господа христианин стремится ходить по заповедям божьим но в жизни бывают вещи довольно таки непонятные и недоуменные сегодня чтится память известного в церкви и в нашем народе праведника алексия человека божия собственно говоря даже не понимаю почему его наш народ полюбил похоже потому что он все в своей жизни делал с точностью до наоборот по отношению к тому как бы следовало поступать почему его все-таки полюбили современные люди грамотно критически ко всему относящиеся часто недоумевают что это за человек история то еще византийской древности рим богатые люди из патрициев готовится справить свадьбу молодых людей алексий жених богатая невеста помимо того что они были знатны и состоятельны это уже времена христианство они были еще и благочестивые люди назначен день праздник свадьба церковное благословение брака которое мы именуем в нашей традиции венчание а в брачную ночь после торжества алексий говорит своей невесте что он уходит навсегда не прикоснувшись к ней та рыдает недоумевает а он уходит что это за поступок жениха что должен теперь думать рим жених бросил невесту в брачную ночь наверное она какая-то не такая наверное не что-то нехорошо и неправильно кто после этого возьмет ее в невесты он решил отправиться в странничество а ей сказал что уходит не по причине что у нее какой-то изъян она была прекрасна замечательная хорошая невеста нет он хочет идти и стать божьим странником он не мог на день раньше уйти и стать божьим странником зачем надо было повенчаться сломать человеку жизнь судьбу и уйти раз у тебя такое намерение то зачем свадьба алексий исчезает родители в полном недоумении они невеста опозорены плач в общем все плохо алексий уходит на восток и там он подвизается как птица небесная у него нет ни дома не имущество ничего все-таки некоторые подвижники уходили в монастыри некоторые в скиты некоторые жили в пещерах а у него и этого не было то что мы сейчас называем человеком без определенного места жительстве бомж просто скитался и все где ночь застала там и спит на паперте собирал милостыню это милостью раздавал опять бедным и нищим наверное что-то брал потому что свою жизнь поддержать надо было жил в совершенно неприглядных условиях в жесткой аскезе проводил свои дни подвязался богу молился в общем то это было не такое уж чудо в те времена такого рода странники и отшельники были однако родители той невесты не успокоились на этом они не могли понять что же все таки произошло они отправляют людей в поиски по разным городам всегда можно интуитивно ощутить куда бы человек мог уйти так и те люди чувствовали куда бы мог деться этот алексий и действительно они находят его посланные оказываются в том городе даже в том храме где он на паперте сидит но только искомую юного патрицы они не могут узнать в лице нищего оборванца который сидит на паперте они его не узнали а он то их узнал он понял кто они и кого не ищут и вот опять вопрос а это что ему хотелось их подразнить ему от этого было что пока что мы задаем сами вопросы они ушли не опознав его искать дальше со временем случилось так что все таки алексей божий человек сам решает вернуться на запад столицу в рим он возвращается и что вы думаете мало того что вернулся он знает где дом его невеста ведь там особенно ничего не изменилось прошло 17 лет невеста уже не столь юна жизнь у нее скомкалась сломана замуж она не вышла больше оплатила свое девство свой несостоявшийся брак родители естественно не имели в том никакой радости алексий к этому времени стал старше и в этом обличии его никто не узнает и он смотрит на родных тоже хочется задать ему простой человеческий вопрос а тебе что это нравится теперь хочешь посмотреть как это все выглядит так и этого еще мало он поселяется в их имение ему дают место он живет там какую-то работу делает у них теперь уже как господ своих видит ежедневные слезы своей законной венчанной супруги который оставил врачную ночь видит пасмурные лица родителей которые не могли создать счастливую жизнь своей дочери он все это видит он там опять большой вопрос так это что это как в конце концов этот алексий умирает бездомная жизнь она подрывает здоровье его надо схоронить и находит записочку где он просит никого не осуждать прежде суда божия и где он открывается кто он есть так еще раз вопрос а это надо было а это теперь уже для чего раз ты ушел раз ты так поступил то зачем теперь посмертно они должны узнать о том что потерянный жених достаточно длительное время прожил в их имении это все что у святого иоанна листычника из такие слова святым подражать нельзя что имеется в виду надо подражать добродетелям святых но нельзя подражать их внешним поступкам и действиям делать это вообще не надо это называется попугайничеством сразу видно что человек кому-то подражает изображает из себя кого-то добродетелям святых можно и нужно подражать к этому много из призывов подражайте мне как я христу поминайте наставников ваших как говорит апостол а их конкретным поступкам как и вообще чьим-либо или вовсе не надо подражать или с превеликой осторожностью теперь возвращаемся к вопросам которые мы поставили что это за с житие вы знаете ответом на эти вопросы если заглубить в глубину будет не знаю потому что алексий сам то не объяснил почему он так поступил поэтому кто бы не начал объяснять это будет его домысливание единственное твердо что он воспринял церковью как великий святой и главное его любят за что его любит наш народ благодаря ему у нас так много алексеев именно в честь алексия человека божия наречены многие наши алёши есть заповеди божии и есть пути божии заповеди божии необходимо соблюдать нарушать их грех но просто жить по заповеди по нормативам это еще не есть святая благочестивая жизнь апостол павел говорит что буква мертвит дух животворит он имеет ввиду букву священного писания сейчас мы строим правовое государство значит есть нормативы и надо поступать по ним и мы чувствуем как это утомляет и как это иссушает и что это не делает людей благочестивыми это ограничивает на совершение зла заповеди в основном то и имеют запретительный характер они говорят о том что нельзя делать поэтому заповеди надо соблюдать алексий человек божий по букве закона ничем не согрешил но только он поступал абсурдно абсолютно непонятно наша головушка не может понять почему он совершал такие поступки а заповедь он какую нарушил никакой заповеди не нарушил так что сразу договариваемся заповеди нарушать нельзя но жить просто по заповедям это мертвое дело это взращивает в нас фарисейский дух в конце концов мы зайдем как тот фарисей середину храма и поблагодарим бога за то что мы не такие как другие это они там то все заповеди нарушают а мы не прелюбодеи не хищники не грабители посты соблюдаем у нас то все как надо только в этом нет ни тепла не света не духа не радости вроде все хорошо но почему-то от этого никому не хорошо от господа стопы человеку исправляются значит заповеди надо соблюдать но жить то надо по водительству божьему и у господа о каждом из нас свой план если хотите свой жизненный маршрут у алексея человека божия он был такой мы не осуждаем его хотя порой недоумеваем и одновременно величаем потому что понимаем все что он сделал он сделан не по своему соображению о том как правильно надо поступать если бы он соображал как правильно поступать то он бы и поступил правильно женившись создал бы семью и родил детей либо желаю уйти странники сделал бы это не женившись а уж будучи странником не поселился бы у невесты во дворе что видите и горе и так далее это все не он придумал это все были пути божии причем допуская мысль что он и сам не понимал зачем все это надо было делать он может быть сам порой сидел и недумевал да что же это такое что за жизнь то он был в один духом божьим как дух божий говорил ему поступать так он и поступал в нашей жизни господь нас тоже ведет то как нас господь ведет нам кажется иногда полным абсурдом иногда бессмыслица иногда совершеннейшей несправедливостью причем по рациональному соображению она так и есть несправедливо абсурдно но бог почему-то иногда хочет нас провести через абсурд и несправедливость чтобы я был нищий а сосед богатый и это при том условии что я трудолюбивый а он лодорь бог хочет иногда вести нас такими путями и нам самим бог не всегда скажет для чего-то это нужно а господа стопы человеку исправляются все поступки алексея человека божьего имеет одно единственное оправдание в здравом смысле их оправдать невозможно никому из своих родных и детей и внуков я никогда не скажу поступайте как он венчайтесь и ночью бегите куда подальше никогда никому такие советы мы давать не будем однако будем наставлять идти путями божьими как алексей человек божий был ведом господом и это даже если божьи пути непонятны неприятны несправедливы бог знает бог лучше знает от господа стопы человеку исправляются и нам с вами тоже приходится проживать довольно абсурдной ситуации в своей жизни человек ведомый богом иногда принимает решение совершает поступки которые те кто рядом не понимают окружающие недоумевают более того начинает чуть ли не тыкать в заповеди божии да что он говорит то а волю божию творит которая суть не буква дух ну вот и все так что не ждите чтобы я сейчас прокомментировал поступки алексея человека божия я на это право не имею он не оставил комментарии к своим поступкам и я не хочу эти комментарии придумывать хотя конечно мог бы какие-то свои соображения по тому или иному поводу высказать главное от господа стопы человеку исправляется и пусть это будет сегодня в поминальную субботу когда мы думаем о смерти о том что жизнь наша временно что она оборвется завершится закончится это особенно проникновенно свой жизненный путь каждому надо пройти и пусть маршрут прокладывает сам господь а то мы все как-то своим умом хотим своим соображением как мы решаем задачи например я перед выбором переезжать или не переезжать беру листок белой бумаги разделяя страницу вертикальной линии наполовину сюда плюс сюда минус если перееду плюс и такие минусы вот такие потом беру весы начинаю все взвешивать что пересет то и сделаю вы знаете это совсем не глупо и я не сказал что так поступать нельзя можно святости в этом скорее всего мало а греха точно нет однако алексею божий человек советует нет нет несколько иначе во всех ситуациях жизни услышь голос божий и пойди туда куда он ведет аминь аминь